Московский Международный Дом Музыки Московский Международный Дом Музыки Регулярные службы в Сретенской обители, особо торжественное богослужение в Московском Кремле, участие в миссионерских поездках, концертная деятельность, запись студийных альбомов и победа на международных конкурсах. Этот хор часто называют не имеющим аналогов в мире. Он существует при Московском Сретенском монастыре с начала основания обители, более 600 лет. В наше время в возрожденном монастыре хор приобрел черты исключительно профессиональные. В 2005-м его с благословения отца Тихона Шевкунова возглавил нынешний регент Никон Жила. Никон Степанович – выпускник Академии Музыки имени Гнесиных, сын священника, с детства певший в хорах Троицы Сергиевой Лавры. Никон Жила, безусловно, сохранил вековые традиции хора, но и реорганизовал коллектив, подготовил новые концертные программы, с которыми хор выступает в последнее время. Включил в них шедевры русского хорового наследия. В программе духовная музыка Чайковского, Рахманинова, Свиридова, Лядова, Греченинова, пропетая исключительным по красоте многоголоси. ПЕСНЯ 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 Никон Степанович, хоры есть в каждом монастыре, в каждом храме. Какие усилия Вы приложили, чтобы сделать Ваш хор таким замечательным, исключительным и даже, как говорят некоторые, просто уникальным? Мы, конечно, чувствуем себя все-таки скромнее, да, и пытаемся в меру своих сил и возможности выполнять свое призвание, которое у нас есть. Это и богослужение, и наше концертное выступление, что нам, безусловно, очень-очень интересно, потому что, ну, что говорить, ребята, все музыканты, люди светские, окончившие музыкальные вузы, профессиональные музыканты. То есть, в Вашей ситуации монастырский хор, это не значит, состоящий исключительно из монахов? В нашем случае, да, в нашем случае хор профессиональный, ну, профессиональный в каком смысле? В том плане, что у нас работают профессиональные музыканты. Вот. И, конечно, богослужение – это наша основная задача. То есть, но поскольку мы хор праздничный, то мы поем богослужения в субботу, в воскресенье, праздники, участвуем в церковных мероприятиях и в монастыре, и во многих богослужениях, связанных и с какими-то торжественными датами, и отмечаемыми в России. И богослужения в Кремле, когда мы имеем честь сопровождать богослужения Святейшего Патриарха. Вот. Ну, вот еще одна наша такая линия деятельности – это песенная русская песня, народная песня. Для чего нужно церковному хору разучивать светские песнопения? Это нам очень интересно и очень нам близко, потому что это история России, это наше прошлое. И очень хотелось бы, чтобы это ни в коем случае не было забыто, и чтобы наши, можно сказать так, сверстники, наши друзья, молодые люди, наши коллеги, чтобы вот эта линия истории нашей страны была не забыта, и делать какие-то правильные выводы. А песня – это свидетельство того, что наша страна живет и будет идти в будущее. А вот интересно, монастырский хор благословлял петь народные песни, ну вот как бы священство благословляет на это? Это вообще чья идея была? Вообще, это идея наместника Сретенского монастыря, отца Тихона. Он вначале предложил эту идею и предыдущему регенту, отцу Амросию, и с отцом Амросием было записано несколько дисков. Один из них – это вот как раз русские народные песни, очень хорошие наши любимые песни. И, в общем-то, мы продолжили это начинание. Амросия А как вы стали регентом? — Получилось достаточно внезапно. Я пел в хоре Светинского монастыря, и в силу стечения определенных обстоятельств мне предложили стать регентом в хоре. Но я, конечно, не смог отказаться от этого предложения, потому что хор действительно замечательный. — То есть вот эти люди, которые сейчас стоят на сцене, они уже были в хоре или вы кого-то набирали? — Да, конечно, у нас приходят новые люди, ребята. Кто-то вынужден перейти на государственную работу. Это некое такое планирование наших концертов. То есть мы приглашаем наших коллег, с которыми мы знакомы уже много лет. И вот таким образом мы выступаем. — То есть вы, человек, которого вы приглашаете в хор, это обязательно православный профессиональный музыкант. Правильно понимаю? — Знаете, у нас, когда я только стал регентом хора, у нас пело больше семинаристов, которые, вот мои друзья, которые учились в Московской духовной академии, семинарии и в Светинской семинарии. Вот сейчас некоторые из них уже рукоположились сан священника. Но вот история такова, что они обладали потрясающими совершенно голосами, вот не имея при этом какого-то профессионального музыкального образования, но пели просто божественно. — А вы обладаете потрясающим голосом? — Я обладаю голосом, но, к сожалению, не потрясающим. — ПЕСНЯ — ПЕСНЯ ПЕСНЯ А вас назвали Никоном в честь того самого Никона, который воевал с Авакомом? Нет, меня назвали в честь преподобного Никона Радонежского, ученика преподобного Сергия. Мощи преподобного Никона почивает в Лавре, в Троицергиевой Лавре. Понимаете, просто не каждого ребенка в наше время называют Никоном. Расскажите, пожалуйста, немного о вашей семье. Да, в этом тоже есть определенная такая история. Мой отец священник, поэтому, поскольку так случилось, что я родился в день празднования именно преподобного Никона Радонежского, то вот с течением этих самых обстоятельств и получилось так, что меня назвали этими именами. Вы родились там же, в Сергеевом Посаде. Да, в Сергеевом Посаде. А что за детство у ребенка, который родился в семье священника, да еще при Троице Сергиевой Лавре? Да, мы, в общем-то, с детства ходили в Лавру. У вас большая семья? У нас небольшая семья, но моя мама пела в хоре в Троицергиевой Лавре под управлением знаменитого регента, отца Архимандрита Матфея. И, в общем-то, мы с такими же мальчишками, я с такими же мальчишками, детьми священников, мы вместе приходили на службы, мы слушали хор. Иногда меня мама с собой брала в хор. Ну, они, конечно, для ребенка это было очень громко, но все равно это было очень интересно. И какие-то моменты запоминаются. Тогда ведь было время очень сложное. Я просто помню, вот мы с отцом шли ночью на пасхальную службу, и возле Лавры стояла большая колонна людей, молодых комсомольцев, наверное, может быть, коммунистов. И они отсеивали тех, кого нельзя было пропускать в храм. И вот я шел с отцом, и меня буквально вырвали из рук отца с такими словами, что куда ты ребенка ведешь? Ну, типа, Богу молиться. Это же, то есть это было, ну, не то, что запрещено, да, то есть это было очень сильно пресекаемо. И вот, ну, каким-то образом отец меня успел вернуть к себе. Да. Вот он сказал, что я здесь работаю. И вот, ну, такие вот моменты случались в нашей жизни. А что такое детство в семье священников? Просто оно же у всех разное. И даже в вашем кругу дети бывают разные. Позволяли ли вы себе какие-то шалости? То, за что ругают? Я думаю, что дети, и мы любили поиграть в «Царя горы», и во многие другие игры, за что мы получали от своих родителей. Поздно прийти из школы домой, где-то с друзьями побегав, что-то там, может быть, даже сотворив нечаянно. Но, тем не менее, как-то все равно мы были, нам была близка эта жизнь, и нам было очень, нам было интересно. Мы приходили в храм, и вот, наверное, то, что вот как-то жизнь была связана именно с лаврой, с церковными хорами, с хорами и лавры Трои Сергеевой, Московской Духовной Академии, это как-то, я думаю, что оказало на меня, безусловно, оказало на меня влияние. А как-то меняется для вас лавра со временем? Вот лавра вашего детства и сейчас туда приезжает? Вы знаете, когда-то у меня было ощущение, что я нигде не смогу больше быть на службе, кроме как Трои Сергеевой лавре. Но сейчас я пою в Сретенском монастыре, мы поем богослужение, и я чувствую какой-то прилив сил и вдохновения от того, что я имею возможность петь в храме. Я думаю, что это все взаимосвязано, и лавра, и вообще вся церковная жизнь, она, это жизнь церкви, это общая жизнь, это некий живой организм, поэтому, может быть, какие-то внешние впечатления, они действительно меняются, внутренние составляющие, она остается. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Как вы уже сказали, вам приходилось сопровождать богослужение Патриарха в Сея Руси? Это какие-то особенные службы? Да, это особые службы. Вот на следующей неделе мы будем петь в Успенском соборе Московского Кремля. Состоится визит грузинского Патриарха в Москву, в Россию. Вот мы будем как раз петь богослужение в Успенском соборе Московского Кремля. Действительно, Успенский собор в Московского Кремля это всегда нечто особенное. Это и особенные службы, и, конечно, и Святейший Патриарх в первую очередь, и та древность, с которой, та древняя духовная русская традиция, с которой мы соприкасаемся, которую мы видим, чувствуем, слышим, это действительно все очень необычно. А доводилось ли вам брать благословение у Патриархов? Да, иногда, когда у них есть время, когда получается, то у нас получается взять благословение у Святейшего Патриарха. Однажды вы совершили кругосветное путешествие. Оно было посвящено объединению Церквей Русской Православной и Русской Православной Церкви за границей. Расскажите, пожалуйста, об этом поподробнее. Я бы сказал, что это все-таки не путешествие, это в большей степени паломничество по местам, где есть русские православные храмы, русские православные храмы зарубежья, в которых волей судей показались наши русские люди. Это очень сложно изменить свое место бытования, с которым связана история предков, когда люди вынуждены в силу сложившихся обстоятельств уйти от своих родных, от своих близких, потому что у всех совершенно разные жизненные ситуации. Кто-то вынужден остаться в силу каких-то обстоятельств. Сколько было людей в России убито русских православных священников, деятелей культуры огромное количество людей. Кто-то сумел выбраться из этого из этой мясорубки. И они там основали свои церкви, свои приходы. И вот действительно это великое счастье то, что две ветви русской церкви смогли усилиями людей смогли воссоединиться. И мы в первую очередь конечно мы пели богослужения в этих храмах. Мы встречались с этими людьми и уже после вот этих радостных торжественных богослужений уже как следствие этого уже проходили наши концерты в залах на которых уже присутствовали и американцы и ну многие люди которые в то время были в этих городах. Мы проехали несколько городов в Америке я уже сейчас могу вспомнить там Бостон, Нью-Йорк, Вашингтон, Чикаго, Сан-Франциско. Потом мы отправились в Австралию. Мы побывали в Австралии из Австралии мы прилетели в Москву буквально на несколько часов и после этого полетели в Европу. То есть это действительно кругосветное но кругосветное паломничество. Я бы так сказал. У Владыки Лаврова тоже братья благословения? Да, мне посчастливилось несколько минут пообщаться с этим совершенно потрясающим человеком. Это действительно узнать, как вот можно сказать, есть цветы и люди. Когда видишь человека, то понимаешь, что эти люди они уже действительно на таком высоком духовном уровне жизни находятся, что начинаешь понимать, что вот есть к чему стремиться в этой жизни. Кроме Владыки Лавра, который ушел, у нас ведь должны же быть еще святые люди? Безусловно. Вы их знаете? Вы их видите? Безусловно, они есть. Вы знаете, я думаю, что святость она не проявляется в каких-то может быть конкретных вернее действительно какие-то конкретные примеры множества святых отцов в русской церкви. Но очень возможно встретить и такого действительно настоящего святых это кто? Это нормальные люди. Это в самом настоящем смысле это действительно нормальные люди. Потому что все заповеди, которые даны человеку, даны Богом человеку, это пример того, каким должен быть, к чему призван человек, каким он должен быть настоящий человек, которым его сотворил Бог. Поэтому очень часто можно встретить человека и не обязательно в священническом духовном сане. Очень многие люди стремятся к духовной жизни и достигают каких-то определенных высот и в миру также. «Священническом» 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 На Украине и по отцовой линии это какие-то казачьи корни, по маминой линии это труженики села, простые такие деревенские люди. Но вот мои прадеды все погибли в репрессиях, во время репрессий и мой дед по маминой линии совершенно случайно выжил во время голода чудом. В общем-то бабушка тоже чудом выжила во время голода, рассказывала совершенно ужасные истории о том времени. В общем-то простые люди, но они действительно были очень верующими, очень церковными людьми. Я помню их рассказы, я помню как мы с ними ходили в храм на Украине, в деревне. Я думаю, что вот эти все исторические события, они тоже как-то, конечно, безусловно влияют и на мою жизнь. То есть есть что вспомнить. Ну а как же насчет священства? Я думаю, что у Господа есть свое видение какой-то жизни каждого человека. И если человек к чему-то стремится и чего-то очень хочет, то Господь может ему подать по его просьбе. Поэтому как сложится судьба, это неизвестно. Алилуйя, 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 алилуйя.